В Омске отпраздновали 15-летие региональной национально-культурной автономии казахов. Эту общественную организацию создавали с целью возрождения и сохранения национальной культуры и языка. Сегодня она объединяет свыше 80 тысяч казахов. Ежегодно с их участием проходит приграничные фестивали дружбы. Стало традицией совместно отмечать наурыз. С днем рождения автономии наших соотечественников поздравили делегаты из Казахстана. Эта юрта на берегу Иртыша стала излюбленным местом жителей Омска, особенно казахов. Здесь не продают спиртное сигареты, зато включают восточную музыку, а по выходным крутят фильмы казахстанских режиссеров. Перед тем, как сюда люди приходят, они уже окунаются в казахскую музыку. Это сделано для того, чтобы показать нашу культуру, чтобы люди не забывали и казахский язык, и чтобы было сближение именно всех культур здесь. Молодежь Омска стремится сохранить наследие от предков. Например, девушки-казашки выходить замуж предпочитают именно в национальном наряде. У нас на свадьбах девушки, так как они казахские, они чтят свои обычаи. Им очень близко, как и мне очень близко сейчас, очень приятно находиться в этом красивом платье. Я думаю, любая казахская мечтала бы выйти замуж именно в этом платье, надеть саукеле. Очень красивая традиция бета-шар. Возрождением, сохранением и популяризацией традиционной казахской культуры в Омской области занимается региональная национально-культурная автономия казахов. Общественному объединению в этом году исполнилось 15 лет. Все жители Омского региона, это 80 тысяч казахов, все считают себя под автономией. И мы стараемся во всех вопросах всеми сотрудничать, всем помочь. В честь дня рождения автономии в областной филармонии провели творческий вечер. Послушать звуки казахской дамбры пришли тысячи местных жителей. Поздравили соотечественников и представители Ассамблеи народа Казахстана. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Омск, Россия. Субтитры создавал DimaTorzok